Теперь рассматриваем только платный сервис и что туда входит. Буду рассказывать на примере нашей компании, чтобы было понятно, что предоставляем мы и что это входит. Итак, первый момент, и каждый пункт я поясню. Первый момент, что такое монетская плата. Монетская плата это предоставление телематических данных. Это оплата, которая идет за обслуживание программы самой по GPS-мониторингу. И исчисляется она за один объект транспорта. То есть не за рабочее место, а за каждую единицу транспорта. Итак, первый момент, что входит в стоимость. Это веб-интерфейс. Веб-интерфейс. Что означает данный пункт? Это означает, что программа устанавливается и работает без привязки к определенному компьютеру. То есть где бы ни находился пользователь, собственник предприятия или диспетчер, который анализирует эти машины, с любого места и с любого девайса, который у него есть, это дома, в офисе, на отдыхе, в командировке, он заходит на специальный сайт, вводит свой логин и пароль и видит весь свой транспорт. Второй момент. Это сертификация. Это сертифицированное программное обеспечение, которое позволяет использовать данные с программ GPS-мониторинга в составлении различного рода документов. Что это за документы могут быть? Это могут быть договора материальной ответственности. Это могут быть... То есть затраты из данного пункта на обслуживание могут ложиться на затраты предприятия. Они могут поплачиваться по безналичному расчету. И самое главное, это сертификация дает право использовать данную программу на законных основаниях. Третий пункт. Это мобильный интернет. В каждом GPS-трекере мы устанавливаем безлимитную карточку мобильного интернета, которая сама по себе стоит порядка 50-60 риенов. Почему она безлимитная и для чего мы используем именно безлимитную? Мы безлимитную карточку используем для того, чтобы можно было сократить частоту передачи данных. А именно поставить ее на максимально низкий режим. Что такое максимально низкий режим? Мы устанавливаем передачу данных каждые 20 секунд. Минимальный промежуток передачи данных каждые 20 секунд. Что дает вот это показатель каждые 20 секунд? Если посмотреть в программу, где находится транспорт, то мы действительно видим, что он находится именно в этом районе, на этой улице, возле этого дома, или в данном участке поля, или на дороге, а не уже проехал, если данные будут передаваться раз в 5 минут или раз в 10 минут, как у других, то за этот промежуток времени транспорт может проехать порядка 10-15 километров. Поэтому это для оперативной передачи данных. Четвертый пункт. Это количество отчетов, которые входят. Отчеты. Это порядка 250 видов отчетов разнообразных, которые может получать на основании GPS-трекера этой программы. Это отчеты по расходу топлива, по движению, по стоянкам, по остановкам, по расходу топлива в движении, в остановках, в холостом ходу. За каждая поездка будет выделена в отдельный промежуток заправки. Где были заправки, в каком месте, в какое время, сколько было топлива до заправки, сколько заправлено, сколько стало после. Для чего это сделано, такая подробность, это можно будет потом сравнить с путевыми листами, сравнить с чеками, которые предоставляют водители транспорта. И, соответственно, на этом сделать соответствующие выводы. Пятый пункт. Это техническая поддержка. Большая часть интеграторов системы мобильных, спутниковой технологии, техническая поддержка происходит по почте. Что это означает? Вы пишете свой запрос на почту с описанием проблемы. У меня не работает это, это, это. И обязанность технической поддержки в течение 24 часов вам ответить. Как же происходит у нас? У нас техническая поддержка по телефону. Это означает, когда возник какой-то вопрос, сразу звонится и получается консультация. Шестой пункт, самый последний, самый важный. Это мобильное приложение. Что это мобильное приложение, зачем его нужно использовать? Мобильное приложение это сокращенная версия веб-интерфейса программы, для того, чтобы можно было использовать вне офиса, с плохим интернетом и для оперативной передачи данных. В мобильном приложении идет всего три показателя. Это можно построить, где транспорт едет в режиме реального времени, за период, и посмотреть, где он находится сейчас. Также немаловажная функция мобильного приложения это идет анализ вождения водителем. Это ускорение, входы, повороты и статистика, скажем так, лихачества водителя. И теперь, чтобы это подытожить, сколько же это все стоит. Вот этот весь полный комплект обслуживания стоит 150 гривен в месяц с одной единицы, в частности, транспорта. Судя по количеству того, что дается в эту стоимость, эта стоимость очень даже маленькая.